Итак, мы продолжаем этот убогий турнир. Мы Майер хотим играть. Да, и тут у нас играет один из лидеров Георг Майер против первого номера, стартового, и человека с самой кошмарной эндшпельнотехникой в мире, Баадур Аджибау. Вот за него мы и будем смотреть. Нет. Точнее смотреть мы будем за него, но болеть я буду за Майера, потому что убогая игра должна наказываться. Ну вот что он делает? Джабарау сознательно идет просто на худшую позицию. Может быть не сильно худшую, но худшую. Зачем? Почему? Почему нельзя играть что-то нормальное? Он же не может не понимать, что у него хуже здесь. Ну переубеди его. По-пому переубеди, играет-то неплохо, блин. Ну просто он и сам не будет спорить, что у него здесь хуже. Он делает это все сознательно. Нет, на CD просто ED. Белым надо как-то вскрывать санатара, а не менять его. То есть им надо его менять, но так, чтобы он сразу весь поменялся. Но вот он скорее закрывает. Но с другой стороны пространства больше у белых теперь. Не, ну белых лучше. Аж 4, Аж 5. Или может А3 сначала тонко. Чтобы на А4 и Б4 ответить. Как думаешь? А3. Аж 4 или А3 сейчас будет играть? Я бы пошел А4 с идеей слона сюда поставить. А4 это дикая слабость на Б3 будет. Надо было или А3, или А4. Так, там Б4 тонко. Провоцирует С5, но С5 ход слабый. Потому что структура теряет эластичность. Да, я бы А3 пошел бы, чтобы вот в этой позиции был ход Б4 в ответ. А теперь его нет. Теперь приходится как-то какие-то меры принимать. По поводу своего ферзерого фланга. Я бы Ф5 пошел. А, вот он видишь, он тоже хочет Б4, но с фокусом. С фокусом. Сто брать нельзя? Тогда, ну, видимо, Младя Б1. Тогда он молодец, если это все было запланировано. Тогда он молодец. Тогда это сильнее, чем А3 даже. Видишь, как мы ой-ой-ой. Ну да, но теперь просто Ладя Б1. Белых лучше. Да, вот он тонко сыграл, СНТ-4. Это пока одно, ну, ну, на главне вот с вдохновенной игрой на роде, бы сказал, в той партии, которую он проиграл в итоге. Вот это вот самое яркое впечатление от турнира СНТ-4. Маракаш понимание нехилое, ничего не скажешь. Почему он так слабо в классику играет? Наверное, потому что такой бред в дебюте играет за белых. Ж3, он Ж2. Он серьезно так играет? Да, он в классику тоже играет. Он только, кстати, будет играть в веки-явике. Посмотрю. Ж2. Ну, там будет Мамедьяр еще играть. Карлсон приедет. Карлсон приедет? Он не будет. Он приедет посмотреть и поболеть за отца, видимо. Ну, проанонсировали на сайте. Он там играл, когда тинейджером был, но высоких мест не занимал никогда. Но Карлсон мертвый. Вообще, слабый шахматист. Я вот тут на месте Мамедьяра рассмотрел бы возможность С5 сыграть, сдать поле Б5, потом все закрыть намертво, все фигуры убрать отсюда и попытаться королевский фланг проломить силой. Понимаешь, выглядит немножко странно, то есть С5 ход антипозиционный, но с другой стороны идея эта есть. И заодно не будет никаких проблем с этими тактическими штучками Джабаба. Мне кажется, просто вот этот человек вот этому срубит флаг. Они, никто из никого не срубит флаг с таким добавлением. Срубить флаг в этом турнире может только мне, потому что у меня лаги подвесили как раз. Кирилл, понимаешь вообще, что происходит с этой партией? Ну, они катают. Я понимаю, а вот смысл ходов там, отдельно взятых? Отдельно взятых нет. Как это мне понятно? Почему? Я тоже ничего не понимаю. Не, ну, люди что-то переставляют. Я вот не понимаю, зачем Джабабе это надо. Он слабее в позиционном отношении, он хороший тактик. Он сознательно идет в футшую позицию, где его будут возить. И его возят. Зачем это надо? Понятно, что он рассчитывает, что куда-нибудь вскроется, и он покажет этот тактический талант. Но ничего же не вскрывается пока. Ну, тактику он видит, конечно, очень сильно. Да, геометрия в той партии тоже шикарная. А вот с техникой проблемы. Проблемы большие. Ну, может, поэтому он крутится всем подряд. Я вот думаю, да, надо его подтянуть, и мы понимаем позиционную технику. И, не знаю, серьезнее что ли относиться к соперникам. Нельзя же с теми фигню играть в классику. Ну, логично. Ну, если ты профессионал. То есть, поэтому он там и полочка из семи стартовал в этом Вейконзее. Ой, не выдержал. Да, не выдержал, и это свидетельство. Это хорошее позиционное понимание, видимо. Потому что смотри, как тонко поле Д5 отбил. Вот поэтому, мне кажется, что надо было сразу закрывать. С этому Майеру ходом Ц5 игру. А вот нет. А вот не в этой позиции. Потому что он поле Д5 отдал. Вот представь, что у белых пешка на Д4, а у черных на Д5. Такая позиция, что много выгоднее для белых, чем вот эта. А сейчас этого коня придется как-то огибать, и это все не очень неправильно выглядит. Тут зубами вцепились. Да, но все равно у белых чуть-чуть получше, объективно. Что это такое? На Ц6 профилактическая защита. Потому что белые конь Д4 могли в какой-то момент задвинуть. Майер хочет в Ж4 пойти и вскрыть королевский фланг. За счет того, что у него больше пространства на королевском фланге, он рассчитывает дать мат в какой-то момент. Но перед этим они еще ходов 50 туда-сюда сделают. Так что не волнуйся. Да, вот видишь, Слон Д2. Очень тонко все. Слон Ж5, Слон Д2, Слон Ж5. Да что с моим ноутбуком? Я вообще не понимаю. Не знаю, у тебя он как-то эпизодически бывает. Ты тоже заметил? Да. Обычно это свидетельство о вирусе. Что обычно? Обычно это свидетельство о вирусе. Почитаю в интернете. Вот такие вот странные перебои, это вирус. Скачай нормально эти вирусы. Скачай этот и сет. И проверишься. В общем, мы отвлеклись от темы. С Ж4 надо уже рвать. Вот он коня с Д7 убрал. Все возможности для Ж4. Да что ж ты делаешь-то? Вторую ладью на Е4 ведет. О боже. А зачем это? Я не знаю. Почему Ж4-то не порвать? Они все боятся Джобаву, что ли? Я не пойму, что происходит. Пойди же, Ч4-то, наконец уже. Да не может быть, что он хочет ничью. Это не может быть. У белых лучше. Джобава точно не хочет ничью. Он вообще никогда ничью не хочет. Ж4-то. Майер против меня бы играл. Он уже давно был в Ж4. Порвал бы и просто дал бы мне мат. Почему так бояться этого Джобава? Как шла на С2 ладью вытеснили. Как можно не сыграть Ж4-3? Что он возит? Он сам не понимает, зачем он все это возит. Вот все, уже теперь к пешке Е5 провязались. Ж4 не проведешь. Возможности было миллиард. Просто последние 15 ходов проломить провязки фланга. И это не было какой-то фигной страдать. Я не понимаю. Не то, что у меня сильно провисало позиционное понимание, оно разменится далеко от уровня этих шахматистов. Но тем не менее. Я абсолютно уверен, что Марк понимает, что с какой-то ответ надо играть Ж4, если ты хочешь выиграть эту партию. Потом бить ладьей, проломать спозитов путем H5 и давать мат. И от этого очень тяжело защищаться в Блиц. Потому что никому не нравится, когда выхода ковыряют. Но вместо этого они вот, ну ты сам видишь, что они делают. Ужас. В этом нет никакого смысла. Это тонкие маневры. Это просто бессмысленное перемещение фигур туда-сюда. Может быть, они хотят побить рекорд? А сейчас уже Ж4-4 уже не то. Потому что уже конь не на Д5 черный. Ну, парень, вот еще один момент. Ужас. Неужели? Ну, неужели Марк не понимает, что надо что-то... Да не может он не понимать. Это единственный план в этой позиции. Нету других планов. Вот он сейчас еще один план, правда, нашел. Слон Д... Побить на Д5 и типа нельзя бить ЦД из-за того, что мешка провисала. Но... Это... Намного тяжелее реализовать. Вот в Терзии Д2 вот имеет единственный смысл. Избыточно защитить на Е5. Чтобы пойти Ж4, наконец. Нет ни одного противопоказания. Оооо. Оооо. Мне не прошло 15 миллионов лет и пошел так. В чем был смысл предыдущих 40 ходов? Это почти не было. И самое главное, он сейчас легко выиграет. Он просто проломит хронерский план. Вот жертву какую-то готовят уже. Вот есть... Видишь, какие черные уже ходы приходится делать? Почему ты Ж4 раньше не сыграл, когда у тебя больше времени было? Нет, надо оставить всего одно... Нет, стоп, 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 стоп. Может быть, он специально тянул время, чтобы Джабаву под Цитнот подогнать. Да, Джабава в Цитноте всегда лучше разберется над Джабава. Да его сильная сторона. Подкрут. Ж4 надо... Вот... Тут и делает. Почему не ладья Аш-1, Аш-5 теперь? Пойди ладья Е1, ладья Аш-1 и Аш-5. И выиграй. Это в лоб просто выигрывает. Нет, ты больше чернешься. Слышь, может быть, сыграем против них 10-ти ходовки? Я даже не знаю, блин, что это за игра вообще? Я понимаю, какие-то тонкие маневры. Ладья А7, Ферзавосим на родинске так сыграл. Очень красиво, очень сильно. Это просто... Это... Ну, я не знаю, как это назвать. Поговори еще. Не должны семисотники так играть. Они, кстати, последние, кто играет партию, заметь. Вот за ты. Ладья Е1, Ладья Аш-1, Аш-5. Ну, он ху-ханно. Все, я понял. Он наконец хочет пойти Аш-5. Давай. Да! Да! Он сделал это! Просто еще 50-ти ходов. Как я думал, что сотку нам бьют в этой партии? Это был белый выигран, на самом деле. Полиция работала. Аж. Ой-ой-ой. Да. Да, отца не. Ну, почему не 500 миллиардов ходов назад? От этого плана нет нормальной защиты. Никогда. Что происходит? И он зевнул, видимо. Конь-Жо-6. Какой ужас! О, а потому что нихер ждать, наверное, чего, 500 миллиардов лет. Когда можно выиграть сразу. О. Сейчас флажок будет. Зевнул на С-6. Да что вы делаете, ребята? Я один не понимаю, почему он С-6 не взял? Ну, флаг не взял. Почему не взять на Д-5 и в этом пешку не отбить? Ладно, он задумал на времени, простительно. Ну, блин. Сам, вот, Майер сам довел до этой херни. Сам. Нет, чтобы просто проломить все и выиграть сразу. Нет, я буду делать херню. Когда я... Зачем делать херню в лучшей позиции? Херню надо делать, когда у него хуже, ты пытаешься что-то забудрать как-то кого-то. Зачем в лучшей позиции туда-сюда ходить 80 ходов? Нет, ну ладно. Выиграл в итоге все равно. Хотя не заслужило. Ладья бы 7 Ладья бы 7 сдался, все. 100 ходов. Финиш. Никит, как тебе такое комментировать? Абсолютно бездарный шахматист. Надо отнять у них у всех их 2 700 и опустить до 2 400. Разницу отдать нет. Правильно, надо замораживать. Смотри, кто играет за первое место. И кто это? Ну вот. Вандефул Тайм какой-то. А что? Вандефул Тайм играл с ним тоже, причем с хорошим результатом. Это непонятно, какая-то ерунда в этом турнире происходит. Кого смотрим? Давай сочетаем. Ну, вау, что не смотрим. Давай посмотрим Лендермана, наконец, с Гусейном. Пожалуйста. Мы должны Лендермана хоть одну партию показать. Хотя это, конечно, не партия за первое место. Покажи табличку, табличку покажи, Кирилл. Смотрим Майера. Кирилл, давай Майера посмотрим. Окей. Потому что мы партия за первое место. Вот нажми и наблюдать. Вот тут прям. Да, сейчас, секунду. У меня сейчас на ноутбуке можно жарить яичницу. Я понимаю, я слышу. Я чувствую твою боль. Я вот руку кладу на секунду, мне горячо, я убираю. Ну, что сейчас здесь этого мастера Феде отводят? Макс, это свои бездарные кого-никого не отводят, по-моему. Ну, правда, что это было в предыдущей парке вообще не так было. Ну, сейчас он пол очка устраивает, и он выиграл. Да, но у него хуже. БЦ, Кунь, Е5. Вот я Б1. И самое главное, у белых никакого риска нет. Ужас. Ну, я думаю, что Майя хочет ничью, ты позицию уже. Ну, да, Майя, он Ди5. Что такое вот? Он Е8 надо играть. Ну, да, в учетах прочная позиция, я не спорю, что выиграть это будет нелегко. И Майя сейчас начнет свои любимые. Свои любимые? Я же не знаю. Вот эти. Сейчас тебе покажу. Как это назвать? Я бы назвал бы, да, но поскольку мы в эфире, думаю, что у меня добрый. Вот это. Вот это? Я все правильно, да, нарисовал сейчас? Да, ну, про те, понимание, слона уже на Е8 завел. Подготовительная штука для начала этой ерунды. Причем, смотри, слон, допустим, может переместиться на C, ну, примерно на C3, но он пройдет именно вот таким вот путем. Я бы, наверное, сейчас, если я был бы прикалом против Майя, психанул, пошел бы уже А4, А4. Самое главное, а почему нет? Черный все стоит по 8. В конце концерта играем в Блиц. Смотри, Майер сделал активный ход. Это надо отпраздновать, я думаю. Поставил фигуру на 4-ую горизонталь, ты понимаешь? Это боль. Это практически невозможно поверить, потому что в предыдущей партии он 70 ходов боялся поставить фигуру на 4-ую горизонталь. Он на свою 5-ую боялся поставить. Ну, да. На 5-ую от своей 1-ой, скажем так. Не, если серьезно, тут некоторая контур игра появилась. Мне кажется, надо бить конем и играть в С2. Хотя тогда конь Д5. Не знаю. Может быть, надо бить конем и потом играть слон Ф1? Так вот, тоже конь Д5. Да, конь Д4 довольно удачно оказалось. С4. Признаться, я не очень понимаю. В смысле, я понимаю, но черные по меньшему ее улавняли. Ну, у них слабость. Да, но она проходная, два слона, и можно Ферс Д5 пойти. А Ферс Д5 конь С3, да. Как-то с одной стороны хочется слон С6 ладятся 4. Ничего там не пройдет. Вот, может быть, может быть, слон С6 и ладятся 4 и Ферс Д5, да. Но, заметь, вот, мастер Фидея увел коня сразу. Да, но, по-моему, черные... Посмотри, посмотри, как Мар умеет, вот, он умеет играть нормально, активный, нормальный активный шахматы. Два слона, все, блин, ну, что это было в предыдущей партии? Вот, если бы слона поставить на Б3, партия бы закончилась. А вообще, пошел Бладдя Б8, отдал бы качество, а потом вторую на Б3 винтил бы против тебя в пулю. Против меня в пулю? Да, больше, наверное, ни с кем не рискнул, если чисто. Ферзо 8, мой любимый ход вообще. Ну, Ферзо 1, Ферзо 8. Ну, жертвой. не пожертвует. Ну, это слишком. Взяли, 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 ферзо 2 было бы. В какой-то момент он хочет Е5 проломить, наверное. Ну, сейчас можно начать с кода слона Ф6. Напрягать. Ну, вот он опять начал что это. Но он на Ж5 хочет перевести. Точно. Все, снимаю все претензии. Он же вынудил Ф3 ослабление сначала. Согласен. Потом слона оттащил с Ф4. Да, если так, то это сильно. Ты не видишь длинные ходы Ферзо. Да. Я не уверен, что это так. Может он просто ходит туда-сюда опять. Вот видите, что он просто ходит туда-сюда. А мы сомневались. сомневались. Вот сейчас слон е7 будет. 100%. Слом е7. Если только не ладья б8, не ладья б3, кстати. Поскольку слон пока ушел. О, боже. Точно. Слушай, мне надо 2750 давай. Мне надо просто играть плохо в шахту и сразу рейтинг поднимется. Слом е7. Че не ладья б8-то, а не ладья б3? Я не пойму. Ладья б8, ладья б3. Ну, блин, ты же гроссмейстер с дико огромным рейтингом, блин. Причем даже настоящим. Пойди, ладья б8 и ладья б3. Ты не можешь бояться какого-то мастера хидря. Я его обыграл одну раз. Смневся он веселый. Больше херня страдать. О. Нет маза. А, тут не отличается, да, никак. Смешали. Ладья б8, ладья б3 у червона лучше. Потому что на хроне 4, послане 4, ладья б3 все равно. Так, ну, кого еще смотрим? Ну, закрываем. Майор выиграл турнир. Майор выиграл турнир. Это, по-моему, конец для шахмана. А, давай посмотрим на шоу. Более убогой игры я давно не видел, если честно. Давай, бас, ну, вот и то веселее. Ну, выиграть сейчас наш шахматист довольно легко. Я в нем не сомневаюсь. На полторы минуты больше времени позиция абсолютно выиграна. 500 миллиардов лишних пеш. В БЦ просто сыграть сейчас. Можно. Ну, и ферзер 4. Я в ферзер 4 пошел. Я люблю менять ферзей. Ну, вот. Заверем, Дмитрий не любит менять ферзей. Ого. Ну, и почему бы и нет? Можно коля вернуть на место. Я почему бы не стал? Я 1-4 поставил, тактики не пролетело. Ну, вот здесь ладя d7. Все, фигуры кончаются учебно. И время. Ферзи d7 это еще и двойной удар на слона и на f5. Ферзи f5 раздан ферзей сдался. Все. Поздравляем нашего шматиста Дмитрия Косарева. 4 из 9 достойно. Плохой результат. Слышишь я до него? Нет, это он. Слушай, ну еще вагон партии. Если он нас слышит, может быть он меня помнит. Я, правда, немножко изменился за те 7 лет, которые прошли с нашей последней партии вживую. Но эта партия взяла в турнии Петровского ладья, который проходил в Петергофе. И она взяла приз за красоту. Я получил очень красивый мат с жертвой большого количества фигур. Если Дмитрий вдруг посмотрит этот момент и это он, и он помнит эту партию, то пусть напишет в комментариях. Я буду ему благодарен. тем более благодарен, если он найдет эту партию и скинет ее мне. Потому что она затиралась в веках. Ну, а давай теперь откроем табличку. А, или партия продолжается. Ну, хорошо. Гусейнов Лендерману. Гусейнова лучше. Видимо. Хотя пешки не хватает. Но все равно лучше. Конь очень целен. Конь очень целен и мат на Е7 грозит. Сейчас надо убирать слона. Белые, по крайней мере, отобьют пешку на Наш 7. А, стоп. Нет. Отбой. Отбой всего, что я говорил. Не лучше. Видимо, надо играть конь G7 конь Е8 и делать ничью. Ты как думаешь? Конь G7? Конь G7, король D6, конь Е8 ничья. Король E6, конь G7, конь Е8. Конь G7, конь Е8 ничья. Я ничего лучше не вижу. Потому что, им нужно только победа сейчас. Да, диктует, чтобы была ничья. Потому что если сейчас белые не делают ничью, то Ладьяна на B3 приходит и делает проигра. Надо делать ничью. Вот видишь, Гусейнов пытается что-то найти, но это не серьезно еще. А, это ловушка. Ладья B3 конь C7, король D6, конь D5 с лишней фигуры. Ну, то есть, ловушка, не бог листь, какая тяжелая для нахождения. Да, и теперь Ладья B3. Ладья B3 это была гарантия ничьи. Может быть, черные тоже не подойдут, да? Я же говорю, им нужны очки. Я понимаю, но если они сейчас не берут, они не попадают в тройку. На очки только черные могут рассчитывать. 7-5, почему белые не стали делать ничью. Знаешь, вот, когда футболники отыграешь, есть такой момент, когда проигрываешь, выпускаешь там, снимаешь вратаря и играешь прям до Тау. Какая разница, с кем счетом ты проиграешь? Вот тут то же самое. Ну, разница большая. За 6,5 они берут деньги. За 6 нет. Здесь они берут деньги за 6,5? Думаю, что я уверен, что особенно они, потому что они весь турнир наверху были. Так, он Е7. Он Е7. Ну, да, ничего не изменилось. Одет Е7 может пойти. Е6, какой-то ход уродливый, но он в общем, он делает какие-то уродливые ходы, бесполезные. Ну, чем-то напоминает игру Георга Майера, победителя этого турнира. Не, он-то вообще в порядке, в полном. Да, но он просто, по-моему, довел этот стиль убогого. Перемещение фигур по доске односовершенство. Сейчас доиграется Гусейна. Словно, Ф1, но держит 2 мат получит. Да нет, позиция ничейная, потому что кони очень сильные. Но черные на победу игры. Коняне, коняне в коем случае нельзя давать менять. Если конь разменен, то это все. Конец. Ну, мы Е7 поставили. Надо куда угодно прятать его обязательно. Нет, ну это, извините, так, так, белые точно на победу не играют. Это смешно. То есть, они играют на поражение. Только на поражение. Не знаю, держится эта позиция или нет. Может, объективная держится, но белые ее не выиграют. Ну, никак. Астероид не упадет на землю. Ну, или если у них соединение не испортится. Ну, аж 5, да что, что с техникой-то у вас, ребята. Ну, все, черт, мы пригорили. в данном случае, там, по-моему, в один момент даже могли что-то съесть, но, ну, Е4, Е4, проще всего. Хотя, не обязательно, можно А4 пойти. Ну, главное, хоть что-нибудь пойти и флаг не уронить. Сейчас Владяя до 4, стоило сыграть. Владяя до 4. Он хочет как-то, не знаю, он хочет надежнее сыграть, что-нибудь. Сначала, ну, Владяя до 4, пойди. Ну, так тоже можно, потому что Владяя сзади пешки становится и пешка толкается до конца. Да. Сейчас он Владяя 6, Владяя 6, точнее, было, чтобы пешку сразу защитить, но, все и в 5. Да, в общем, это выиграно. Единственное, что черных, черных королев срезан, но... Скажи мне, как я угадал под эту партию, заключить, что она последняя? Да, но она не очень интересная. Как это здесь интереснейший иншпиль? Так, да, ну и Е3, да, Е3, почти всего было. Потом, когда пешка на Е3 сносится, Ладя на Е5 переводится. Ладя на Е5, Ладя на Е5 пойди. в общем, в любом случае выиграл. Такое тяжело испортить. Почему не Ладя на Е5? Ладя на Е5 теперь уж. Ну, в общем, все, финиш. Ну, и спрашивается, было же понятно, что Гусейнов не выиграл. Теперь останется без денег. Один Дреман займет второе место. Ну, собственно, поздравляем его. Все. российского, российского происхождения. Шикматист, занимая, например, второе место. Несмотря на не очень высокий, ну, симпатичная ловушка, если Феркс брал, то был бы пад. Но, Феркс не взял, и, да. Откроет обличку, Феркс. А сейчас все выдаст. В смысле? Ну, когда ты играл в последний раз, вот, пожалуйста. Да, ну, так, второе место занял, в общем, Майер, вместо того, чтобы играть на победу, ту лучшую позицию, сделал ничью, и в итоге, денежки поделит. Вместо того, чтобы взять целиком. Второе место, самый боязливый на свете, международный мастер из Аргентины, но, тем не менее, видимо, очень сильно играющий. Третье место победитель предыдущего турнира Алтайсов Орли. Слушай, у всех по себе слове. Да, поздравляем победителя, всех, кроме Майера. Майера попросим заняться футболом, покером, или еще чем-нибудь там. В общем, чем-нибудь таким, что требует бесполезное перемещение туда-сюда. Не знаю, есть какое-нибудь занятие, которое требует этого? Ну, наверное, мы не будем его озвучивать, поэтому, в общем, всем спасибо, всем спасибо за внимание, с вами были Кирилл Шоков, Никита Петров. И Вася Борисов. Да, и Вася Борисов, и наш докровник Дмитрий Косарев набрал 4 из 9 и занял неизвестно такое место. Всем спасибо.